Вчера прошла очередительная конференция Ассамблеи Национального Возрождения. Это значит, что мы начинаем процесс официальной регистрации этого явления как романтической организации в Украине, чем я в ближайшее время уже и занимаюсь. И многие меня спрашивают, а в чем разница Ассамблеи с альянсом, который создавался ранее, ну и вообще с другими формациями. Есть ключевая разница в стратегии и в том, как она работает. Ключевая стратегия – это опираться на реальный путь к реформации РФ, новое независимое государство. Именно нужно осознавать, что все это будет делаться руками, как бы людьми, которые делают это руками, бойцами, подпорьем, воинами. В общем, физически это должно происходить, поскольку РФ контролируется все-таки террористами, бандитами, которые не понимают никакого иного языка, кроме как языка страха и насилия, к сожалению, и никаким другим путем с ними невозможно поговорить, прежде чем их не напугать, как минимум. После этого они готовы уже хоть о чем-то общаться, а до этого они предпочитают игнорировать и не общаться. В связи с этим, понятное дело, что для того, чтобы достичь нашей цели, нужно опираться именно на силовой инструмент. Но силовой инструмент тоже далеко не уедет без поддержки финансовой, медийной, которая, в свою очередь, дает финансовую поддержку, без политической поддержки, которая тоже потом возрождается, перерождается в финансовую. И таким образом имела необходимость создать ассамблею для того, чтобы включить в нее политические, медийные силы, национальные какие-то движения, структуры организации разных форматов, научные круги и так далее, для того, чтобы организовывать дипломатию и поддержку, связь с инвесторами, которые будут осуществлять уже финансовую поддержку необходимым людям для того, чтобы они делали руками то, что требуется для того, чтобы прийти к нашей общей цели и построить множество государств здорового человека. Для всего этого лучше всего подходит координационная модель взаимодействия, то есть без каких-то формальных иерархий, где есть кто-то главный над всеми остальными, без какого-то главного координатора, а в сетевой координации, где сами люди между собой координируются, коммуницируют, налаживают связи и, собственно, приходят к тому, чтобы усиливать какие-то инструменты друг друга. То есть, грубо говоря, в одной организации одна сильная страна, в другой другая, вместе они дают друг другу свои сильные стороны, и вместе они все вместе сильнее. А когда таких организаций штук 30, как у нас, например, то здесь потенциал сильно-сильно растет, и мы его начинаем реализовать, потихоньку срабатываясь. Благодаря тому, что это происходит по сетевой координации, а не по формальной иерархии, как в других организациях, с которыми нас пытаются сравнить, у нас не появляются ситуации, когда кто-то, например, хочет захватить власть в самой ассамблее или мудит ради этого интриги, какие-то козни и так далее, как это часто бывает в иерархических организациях. Поскольку в организациях, где сетевая координация процветает, какое-либо лидерство возможно только при достаточной эффективности конкретному индивидууму, когда он конкретно делает много хорошего для всех остальных, да, у него и появляется какой-то авторитет, например, естественный авторитет, неформальный. И токсичные люди, которые пытаются формально власть захватить, они, к сожалению, не могут получить такой ресурс, точнее, к счастью, там, где нет формальной иерархии. Поэтому у нас этого нет и не предусматривается ни в коем случае, чтобы не нарушать вообще концепцию деятельности организациям. Таким образом, мы качественнее выделяемся на фоне всех остальных организаций, тем более все остальные, они пытаются играть в кого-то там перед Западом, перед политиками другими, там, кем-то казаться, кем-то красоваться, кем-то пытаются выглядеть. Мы же не ставим себе такой задачи, мы понимаем трезво, что наша задача саппортить воинов, и это самое главное, что мы делаем и будем делать всеми возможными способами, подключая для этого дипломатические контакты с Западом, которые сейчас уже устанавливаются, и медийные возможности, которые вот мы сейчас уже используем через наших дружественных блогеров и медийщиков. Будем проводить научно-проектические конференции для включения академических кругов в эти процессы, ну и так далее. Будем усиливать включенность различных влиятельных людей для того, чтобы расширять общее влияние движения и, собственно, быстрее прийти к нашей общей цели, а именно реформации в множество независимых, свободных государств, здорового человека. Всем спасибо. До новых встреч.